Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалии на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. За неуплату жилищно-коммунальных услуг в течение уходящего года могут начислить пени. Как рассказали эксперты, при введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. И неясно, на какую задолженность за ЖКУ будут начислять пени, образованную с 6 апреля или только с начала 2021-го. А чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, властям надо это сделать в отношении долгов, возникших после отмены ограничений. Напомним, с 6 апреля до конца года приостановлено взыскание штрафов за неуплату ЖКУ. Также введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг. Более 200 поддельных купюр изъято в Прибайкале в выходящем году. 186 из них номиналом 5000 рублей. Задержанные 6 фальшивомонетчиков в последний случай зарегистрирован в областном центре. По данным оперативников, 19-летняя девушка и ее предполагаемый 20-летний поддельник через интернет приобрели поддельные купюры и сбывали их на рынках, покупая недорогие товары. Вы что-то приобрели на эти денежные средства? Да, гирлянду и свет-шарф. Сколько денег вы приобрели через интернет? 15 штук, 5 тысяч. И всего общей стоимостью? 75 тысяч. Неблагополучные, малообеспеченные семьи проверяют государственные инспекторы МЧС Прибайкале на особом контроле ячейки общества, состоящие на учете в органах соцзащиты и относящиеся к группе риска. Количество рейдов исчисляется десятками. Помимо сотрудников МЧС, к усиленной работе с населением привлечены полицейские, чиновники и волонтеры. Главная причина – ухудшение обстановки с техногенными пожарами в Иркутской области. По частному сектору курсируют пожарные автомобили с громкоговорящими устройствами. Люди в погонах напоминают населению необходимости соблюдения правил безопасности. Всего в рейдах задействовано более 1100 человек. Как отмечают спасатели, в дни каникул риск возникновения пожаров возрастает. Связано это с увеличением нагрузки на электросеть, усиленной эксплуатацией печного отопления и неосторожным обращением с открытым огнем в быту. Ведь люди значительную часть времени проводят дома. Проверили печки и также дали свои рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности в быту и в преддверии новогодних рождественских праздников. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Сотрудники автоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах. К сожалению, количество ДТП в Ангарске не уменьшается. Только за прошлую неделю в ГИБДД зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, никто не пострадал. В прошлый вторник на Файзулина женщина на Лексусе, выезжая со двора, не предоставила преимущество, как итог столкновения с Тойотой Пасса. Утром следующего дня на пересечении Ангарского проспекта и улицы Зурабова по аналогичной причине водитель Тойоты Карина врезался в Тойоту Корона, которая ехала по главной дороге. В минувшее воскресенье на Алешина дама на Хонде Аккорд не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины Тойота Карина. В результате догнала. Автоинспекторы напоминают, основная часть дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, происходит из-за невнимательности водителей и несоблюдения скоростного режима. Многие отвлекаются во время управления на различные гаджеты, забывая о явном снижении уровня собственной защищенности. Альберт Идомнин, новости 360 Ангарск. 5 миллионов наркозависимых насчитали в России. И, как сказано в докладе федерального проекта, число несовершеннолетних за последние пять лет возросло более чем на 60%. Официально зарегистрировано 600 тысяч наркозависимых, а вот по результатам соцопросов наркотики употребляют 7,5 миллиона человек. В докладе говорится, что наиболее близкое к реальности число потребителей зелье превышает 5 миллионов человек. Расхождение объясняется тем, что из 10 наркозависимых на официальном учете стоит только один. Мешок Деда Мороза. Добровольческий отряд 111-62 проводит акцию с таким названием. Восстанованно направлено на помощь многодетным семьям, а также семьям с ребятишками с ограниченными возможностями, которым сложно устроить своим чадом настоящую новогоднюю сказку. В мешок волшебника можно сложить сладости, игрушки, книги, канцелярию, любые комбинированные подарки. Идея принадлежит руководителю проекта «Благотворю» Наталье Чешевой. В дальнейшем мы планируем выходить на более масштабные районы, но на сегодняшний день у нас в списке сформированы только пока иркутских семей, которым пойдет непосредственно Дед Мороз и Снегурочка и будет вручать вот те подарки, которые мы соберем от горожан. В прошлом году акция «Мешок Деда Мороза» прошла исключительно в рамках только одного жилого района в Иркутске. Тогда она имела большой успех и организаторы решили провести мероприятие более масштабно. В этом им активно помогает добровольческий спасательный отряд 111-62. Как это происходит? То есть человек звонит на горячую линию отряда, ну и оставляет заявку, что хотим Деда Мороза. Ну и либо о том, что есть игрушки, можем закупить игрушки или сладкие подарки. Ну и там уже договариваемся, либо они сами привозят люди, либо кто-то из добровольцев нашего отряда приезжает, забирает. Как бы это было в планах, что в дальнейшем будем открывать такое направление. Но с учетом, что мы занимались развитием двух направлений, так как поисковое и пожарное, немного не хватало рук. Вот Наталья сейчас у нас появилась, и она полностью на себя берет. Я уже чем могу, тем помогаю. Также ребята, все добровольцы, которые у меня в отряде, они все за, все помогают, чем могут. Вот, участвуют вот Дед Морозом и Ментально. Все, кто хотел бы получить или оказать посильную помощь, могут позвонить по телефону горячей линии. 8-924-991-11-62. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы отследят снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов. В ведомстве отмечают, уже подготовлен план действий на случай неисполнения соответствующих решений. В частности, обещают внеплановые проверки и возбуждение дел о нарушении законодательства. В этом вопросе ФАС взаимодействует с прокуратурой. Напомним, ранее в Минпромторге заявили, что фиксированные цены на масло и сахар вводятся в регионах России и в пределах Урала. А вот для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут введены корректирующие коэффициенты. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Дарит подарки? Санта Хэнд дарит подарки. Только в декабре стань участником акции и выиграй один из призов. Дорогитесь до 26 декабря. Все за подарками. Все в Мегахэнд. 90 дней без процентов плюс кэшбэк до 15% лично от меня. Кредит 90 дней без процентов. Банка Восточный. Правильное решение. Ватные матрасы, подушки, одеяло и много-много ткани для постельного белья в сети магазинов домашнего текстиля «Астель». Ангарск, 30-й квартал, дом 2, 6-й микрорайон, дом 3, 10-й микрорайон, ТЦ «Сказка». «Астель», создай свою постель. Купить шубу со скидкой до 50% включая новинки сезона? Реально! В меховых салонах «Марков». Изделия из меха и кожи. С рассрочкой до 6 месяцев. Качественная обувь. Меховые салоны «Марков». В ЖК «Вертикаль». В торговых центрах «Мега» и «Шанхай Мол». «Марков». Признак хорошего вкуса. Студия коррекции фигуры «Боди Слим». ЛПГ-массаж, миосимуляция, обертывание морскими водорослями, парапанга, низкие цены и новейшее оборудование. Укрепим тонус, уменьшим объемы. Студия «Боди Слим». 76-й квартал, дом 3, Айсберг. Как приятно в Новый год подарить открытку. Пусть открытка принесет счастье и улыбку. Мы желаем вам здоровья. Мы желаем долгих лет. Вы нужны нам. Вы важны нам. Вас, друзья, дороже нет. Ловите праздничную весточку от страховой компании «Колымская». С 10 по 25 декабря при заключении договора всем подарки. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники». А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 17 декабря пасмурно и снег. В обед температура воздуха составит минус 11 градусов. В темное время до 15 мороза. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Листвянке переменная облачность. Днем ожидается до 11 градусов ниже нуля. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 13. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Лактовид». Компания «Лактовид» уже 27 лет радует наших земляков и детей, и взрослых полезной молочной продукции. «Лактовид» – это инвестиции в здоровье вас и ваших близких. Я не боюсь заболеть, потому что я закаляюсь и пью «Лактовид». Находиться в хорошем расположении духа и поддерживать свое женское здоровье мне помогает «Лактовид». Мы бодры и энергичны. «Лактовид» вошел в привычку. Своё утро я начинаю со здоровья. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг пасмурно, в обед 19 градусов ниже нуля. Ночью 22 мороза. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Смотрите «Метеопрогноз» на канале 360 Ангарска.